Тысячи велосипедов и 150 станций. «Астана Байк» расширяет свою сеть и увеличивает парк двухколесного транспорта. В этом году точки проката появятся и на правом берегу столицы. Марина Шаповалова расскажет о новшествах. Пока на улице заканчивают работы по установке велостанции, здесь проверяют готовность к эксплуатации двухколесных коней. Велопарк «Астана Байк» не так давно пополнился 150 новенькими велосипедами. На днях привезут еще 650. Их закупают во Франции. Говорят, что там они самые качественные и подходят для столичного климата. Для вандалов я сразу предупреждаю, смысла вороговать их нет. Запчасти все специфические. На них установлен GPS-датчик. То есть мы отслеживаем велосипеды. Есть пин-код. В течение 24 часов данный велосипед блокируется. То есть переднее колесо блокируется и руль блокируется. То есть его унести, увезти, дальше ехать невозможно. Проект проката велосипедов пришелся по нраву астанчанам. Специалисты говорят, что в часы пик они особенно востребованы. Для людей это альтернативный способ добраться до работы и домой. Но воспользоваться такой услугой могли только жители Левого берега. В целях большего охвата населения в этом году количество велостанций увеличили. Теперь их в городе в три раза больше. 150 пунктов расположены на 35 улицах столицы. С утра обязательно на работу на нем езжу. И с работы домой возвращаюсь тоже на таких велосипедах. Очень удобно. Для здоровья и вообще просто мы сами с детьми всегда катаемся. Считаю, хорошая вещь, только дорожки надо развивать. Не развита транспортная система. По словам организаторов, на расширение в этом году потратили более 400 миллионов тенге. Этот проект не является коммерческим. Заработать на нем не планируют. Главная цель – приобщить общество к спорту. Для того, чтобы воспользоваться услугой проката, необходимо купить специальную карточку. Правда, приобрести ее могут только жители столицы. Для иногородних – другие условия. Велосипед на прокат можно взять и через СМС. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте велобайк.кз. Вести личную информацию, в том числе и банковскую. При этом стоит отметить, что на вашем счете должна быть сумма не менее 38 тысяч тенге. После этого на номер телефона придет СМС с кодом, который необходимо везти. И доступ к велосипеду будет открыт. Несмотря на то, что в городе увеличивают количество велотранспорта, проблема велодорожек пока остается нерешенной. Об этом говорят и в Астанабайк. По их словам, городские власти только обещают, что в скором времени появятся специальные зоны для двухколесного транспорта. Марина Шповалова, Ержан Рахманбердеев, 24КЗ, Астана.